В Симбирске-Ульяновске отмечается большой двойной праздник – память собора симбирских святых и встречи главной святыни Метрополии, Казанской жадовской иконы Божией Матери. От поклонного креста на месте уничтоженного в 30-е годы прошлого столетия Троицкого кафедрального собора Симбирска начался крестный ход с чудотворным образом. Традиция встречи здесь в Симбирске жадовской иконы Божией Матери очень давняя, в 19 веке еще началась крестный ход по городу и по другим городам нашей области. Он проходит в течение почти всего летнего времени. Традиция возобновилась с возобновлением и восстановлением церковной жизни здесь в Симбирской губернии. И сейчас, после некоторого небольшого перерыва, связанного с эпидемией ковида, вновь этот крестный ход идет по нашему городу. Крестный ход с чудотворной иконой возглавили митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин, епископ Барышский Инзинский Филарет и епископ Меликеский и Чертоклинский Деодор. Казанская жадовская икона Божией Матери была явлена в конце 17 века на роднике села Жадовка. Первое принесение образа с крестным ходом в Симбирск состоялось в 1848 году ради избавления от эпидемии холеры. Болезнь отступила, а благочестивая традиция крестного хода с иконой сохранилась вплоть до 1924 года, когда обитель была закрыта и разграблена. В период гонений на церковь икона хранилась у благочестивых христиан, и лишь в 2004 году крестный ход с ней был возобновлен. Чудотворная казанская жадовская икона Божией Матери пребывает в Жадовском мужском монастыре Барышской епархии. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса-Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло более 500 человек. Вы воспринимаете участие в крестном ходе? Да, первый раз. Первый раз. Какие чувства и ощущения у вас сегодня? На душе очень тепло, радостно. О чем хотели бы помолиться Божией Матери? О своих близких. О чем хотели бы помолиться Божией Матери? С какими чувствами и ощущениями здесь с крестным ходом? Помолиться, конечно, о детях, о родителях. Помолиться, кто сейчас у нас защищает нашу Родину. За них обязательно помолиться. Ну и вообще за всех православных. Дай Бог, чтобы был мир и хорошее настроение, и у всех здоровые были. О чем бы хотели помолиться Божией Матери сегодня? Много о чем. Любой вопрос не возьми, требует молитвы. Потому что ни один вопрос не решается без Божьей помощи. И весь покровый Матушки Богородицы. Поэтому обо всей жизни, текущей, будущей. В день праздника в Кафедральном Спасо-Вознесенском соборе архипастры Симбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. Празднование в честь Собора Симбирских святых было установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2012 году. Тогда в соборе числилось 8 святых. На заседании Священного Синода 16 мая этого года по ходатайству Симбирской епархии в состав Собора Симбирских святых были включены еще 6 угодников божиих. В собор входит и небесный покровитель Ульяновска, блаженный Андрей Симбирский. Его святые мощи были обретены в июне 1998 года. К местным археологам обратился секретарь епархии портодиакон Алексий Скала с просьбой помочь отыскать склеп, в котором находились мощи святого блаженного Андрея. Раскопки велись на территории разрушенного в советское время Покровского мужского монастыря. О том, как это происходило, рассказывает участник событий. Буквально на третий день мы наткнулись на остатки этого склепа. Вот такая была история. Ну а потом сам Алексий, батюшка Алексий, своими руками провел, так сказать, работу. Склеп был, к сожалению, вандалами нарушен. Но костяк, скелет там лежал. И по всем признакам это был как раз Андрей Огородников, ныне святой. Митрополит Лонгин поздравил верующих с праздником и рассказал об истории почитаемой иконы. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня вновь наш город принесена чудотворная казанская жанровская икона Божьей Матери. Казанская икона Матери Божьей – это вообще покровительница всего Поволжья, всех тех новых русских земель, которые были присоединены после завоевания Казани. И в каждом завоевском городе есть чудотворная и казанская икона, которая в свою очередь явилась при тех или иных обстоятельствах на протяжении последних столетий непочитаема верующим народу. Такой образ и у нас хранится в Радовском русском монастыре. Прихожан собора также поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Друзья, я поздравляю вас с вами, как он из Соборного Семеновского Семеновского Семеновского. С ним память Божьего Адрея Семеновского. Сегодня у нас в Сочи вдоль одно знаменательное событие, как он сказал, у нас был полгинут. Мы сегодня имеем возможность прикоснуться к чудотворной иконе жадовской казанской Божьей Матери. Это действительно чудотворная икона. Казанская жадовская икона Божией Матери будет находиться в Ульяновске до 20 июня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Сегодня поговорим о том, что значит быть прихожанином того или иного храма. Владыка, вот есть такие слова «прихожанин» и «захожанин». Да кто же все-таки такой прихожанин? Ну, что касается слова «захожанин», сразу хочу сказать, это слово такое, ну, жаргонное. Такого слова нет. Если прихожанин – это действительно человек, который ходит в храм и ходит постоянно, то «захожанином» стали называть последние 10 лет. На моих глазах это слово возникло и стало употребляться. А сейчас, вот видите, мы его употребляем как почти, так сказать, законное. Но влезло откуда-то оттуда, слева. Так называют людей, которые в церковь заходят только. Зашли и вышли. А прихожанин – это человек, который регулярно ходит в храм. Человек – это прихожанин, человек, который посещает церковь. Это воцерковленный человек, человек, который живет церковной жизнью, для которого церковный календарь, церковный год является основой его жизни, который ходит и на праздники, и в посты, и в воскресные дни в церковь, исповедуются, причащаются. Ну и еще одно значение слова «прихожанин» – это человек, который ходит в один и тот же храм. Вот, допустим, есть храм какой-то, и у него есть прихожане. Как правило, это так называют людей, которые достаточно долгое время, а порой всю жизнь, ходят в один и тот же храм. Даже вот, если мы посмотрим старинные клировые книги, то мы увидим, если описывается какой-то храм, допустим, говорится, сколько у него там земли, земельного участка какой-нибудь, если до революции капитал в банке, дома для причты и так далее. Вот, и прихожан столько-то, столько они все посчитаны, потому что знают, сколько людей живет. Раньше ведь как было, вот если, допустим, село, и в этом селе стоит церковь, все жители села – это прихожане храма. Город разделялся на приходы, и каждый человек, он знал, к какому храму он приписан. Именно вот к этому, а не к тому, допустим. Храмов было много, поэтому можно было жить рядом с одним храмом, но быть приписанным к другому, который будет чуть подальше от тебя. Вот, если ты на самом, так сказать, краю прихода находился, да, и там начинался уже другой приход и другой храм. Но люди обычно ходили в свой храм. Сегодня, конечно, у нас этого соблюдения невозможно. Советская власть полностью разрушила понятие прихода и прихожан, потому что храм были, там, в миллионном городе был один-два маленьких храмика, в лучшем случае, а в селах тоже один храм там на 100 километров в округе. Вот поэтому, конечно, все вот это исчезло, и с восстановлением нашей церковной жизни, она восстанавливается уже достаточно давно, около 30 лет, но все равно мы еще очень далеки от того, что было когда-то, и в том числе от таких вот, ну, четкого разграничения прихожан по приходам. Ну, может быть, это в наше время и не надо, потому что сейчас люди более мобильные, чем раньше. Вот, храмов много, слава Богу, по крайней мере, они есть, не в шаговой доступности, но все же достаточно легко можно добраться до храма, Вот, ну и, конечно же, главное качество прихожанина – это то, что он ходит в церковь регулярно. Не просто зайдет так вот, мимо, идя на работу или с работы, там, свечку на всякий случай поставить, да, а ходит на богослужение, посещает их, и, ну, еще, конечно, вот одно из таких качеств – знает, что такое богослужение. – То есть, получается, что люди сейчас могут выбрать свой храм, да, не обязательно, чтобы это был ближайший храм? – Ну, опять же, зависит от людей, да, кому-то удобнее ближайший, потому что просто ноги плохо ходят, да, или там с транспортом проблемы. Вот, кому-то хочется пойти в храм, ну, потому что он там или рядом с работой, или мы начинали, и начинал человек в него ходить, допустим, да, вот, или там священник ему там как-то больше нравится, или у него с ним контакт установился, да, он у него исповедуется, считает его своим духовником, и поэтому он может поехать, допустим, проехать два-три храма, поехать четвертый, да, для того, чтобы там побыть на службу, на службу помолиться. А родились маленькие детки у таких людей, тогда уже поехали в ближайший храм, чтобы их причастить, да. Ну, все это очень, так сказать, мобильно, все это очень изменчиво и зависит от целого ряда внешних условий. Ну, и большого значения они имеют. Церковь одна, везде совершаются ритургии, везде совершаются те таинства. Остались в захожане, это те, кто ходят в храм так вот неосознанно. Вот, ну, обычно процесс такой, что, собственно, прихожане, они-то ведь получаются из-за хожан. Все прихожане когда-то начинали именно так. Да, то есть пришли, у нас же ведь практически нет людей, которые бы вот так вот с детства ходили бы в храм, ну, есть, но очень мало, да, ходили бы в храм, которых воспитывали в вере, которым рассказывали о вере, которые получали какие-то знания, для которых церковная жизнь, что называется, с молоком матери была воспринята. Такого очень мало, таких людей очень мало. Нужно ли молиться за священника, того храма, куда ходишь на службу? Конечно, конечно, да. И так? На священника. И хорошо бы за архиерею помолиться, он тоже человек. И тоже в этом нуждается, да. Да, можно, да. Можно, даже нужно, потому что, вы знаете, вот люди же помогают друг другу, в том числе и молитвой. И очень важно, когда священник ощущает, что люди как-то они к нему неравнодушны, они просто пришли к нему, не просто увидели в нём продавца неких услуг, которых, так сказать, они вроде нужны, там не очень понимаем зачем, но вроде бы пригодятся, да. Поэтому пойдём там записку напишем. Нет, а когда они видят в нём человека, который их ведёт к Богу, их ведёт к Царству Небесному, который их просвещает, вразумляет, укрепляет на этом пути. Ну и, конечно, вот эта отдача для священника очень важна. Нужно ли помогать храмам и как? Я думаю, что в каждом храме, куда человек приходит, есть потребность в помощи. Самое разное, смотри, где что. Какой-то храм только восстанавливается, там можно помогать хоть кирпичи класть, да, или там крышу крыть. Вот, в каком-то храме нужно и можно там помогать в организации богослужения, да, помогать, читать, петь, понамарить, еду готовить после службы, чтобы охранять храм и так далее. То есть, все это зависит от потребностей и возможностей храма. Скажем, городские храмы, наверное, такие должности нанимают людей за деньги, да, там охранников, подражей, поваров и прочего, да. А какой-то небольшой храм сельский, там, например, это невозможно, поскольку там нет таких материальных возможностей, и он больше нуждается в помощи, чем какой-то другой. Все это зависит от того, насколько священник может убедить и объяснить людям, что эта помощь нужна, и люди, насколько готовы откликнуться. Вот, а так все время нужно помогать. В принципе, вообще, церковь, она же содержится людьми. Вот иногда говорят, вот, вот, там у церкви денег много, да, какой денег много, откуда деньги-то? Те люди, которые ходят в церковь, они оставляют там какую-то часть, буквально лепту вдовицы, да. И вот на эти деньги, даже когда я сказал, что, там, платим зарплату, да, там, певчим, там, сторожам, по морям, откуда эта зарплата? Вот те деньги, которые в кружку люди опустили, эту кружку открыли, посчитали, ну, вот, хватило, выдали зарплату. Люди помогают. То есть, фактически, это та же самая помощь храму, которую, вот, оказывают те, кто в него ходит. Спасибо большое, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова